Здравствуйте! Вы смотрите Дукаскопия ТВ. Я, Натали Макдональд, представляю вам прямое включение из Сиднея. Сегодня мы пообщаемся с Мэттом Симпсоном из компании Thinkforex. Он выйдет с нами на связь из своего офиса в Мельбурне. Мэтт, спасибо, что согласились пообщаться с нами. Итак, вы согласны со словами Гленна Стивенса о том, что развитие экономики Австралии происходит стабильными темпами. Здравствуйте, Натали, я рад пообщаться с вами. Я думаю, что у Гленна Стивенса не было другого выбора. И стабильное развитие экономики – это единственное, что он мог сказать в данной ситуации, поскольку сейчас в Австралии присутствует довольно большая доля неуверенности. В частности, эта неуверенность связана с тем, что Центральный банк США начнет первым повышать процентные ставки. С одной стороны, у нас есть рынок недвижимости, который способствует росту экономики, но это вполне может оказаться очередным пузырем. Поэтому Центральный банк Австралии не будет ни повышать, ни понижать процентные ставки. Скорее, они займут выжидательную позицию. Резервный банк Австралии, как правило, не делает амбициозных прогнозов, потому они пока оставят свою монетарную политику неизменной и посмотрят, как будет дальше развиваться ситуация. Надеемся, что курс австралийского доллара и дальше будет понижаться, что, несомненно, окажет поддержку экономики и поможет Резервному банку принять решение. Мэтт, существует мнение, что понижение курса австралийского доллара поможет сузить дефицит торгового баланса Австралии. Почему это не отобразилось в данных, которые были опубликованы на этой неделе? Я думаю, что это не отобразилось на данных, так как цены на ресурсы сейчас стремительно падают. Кроме того, показатели роста экономики Китая сейчас не самые лучшие, потому спрос на импорт товаров также понижается. И, конечно, самым важным фактором стало понижение стоимости железной руды почти на 40%. Тем не менее, понижение курса австралийского доллара и выход новой модели айфона способствовали увеличению объема в розничных продаж. Будет ли текущая политика Резервного банка Австралии поддерживать вновь сформированные потребительские паттерны? Я бы опять вернулся к утверждению о стабильном и умеренном росте экономики. Нам не стоит ожидать, что один лишь айфон сможет стимулировать рост экономики. Но курс австралийского доллара на самом деле падает, потому, думаю, Центральный банк захочет увидеть, как это в будущем отобразится на экономике. И это действительно может помочь стимулировать сферу розничных продаж и туризм. В ближайшее время австралийский доллар будет очень интересной валютой для трейдеров. На мой взгляд, выжидательная позиция сейчас самый верный вариант. Будем надеяться, что в этот период возрастет также уверенность потребителей, которая, конечно, окажет влияние на объем розничных продаж. Уверенность потребителей может и начать падать, если цены на недвижимость перестанут поддерживать экономику. И тогда может снова возникнуть вопрос о начале рецессии. И только iPhone 6 не сможет это остановить. И последний вопрос. Согласно последним данным, уровень безработицы остался неизменным и составил 6,2%. Как вы думаете, участники рынка отнесутся к этой цифре скептически? На самом деле, это довольно обсуждаемая тема на данный момент. И существует два подхода к рассмотрению этих данных. Если вы собираетесь торговать по австралийскому доллару, то, по сути, не имеет большого значения, верны эти цифры или нет. Если эти цифры не соответствуют ожиданиям, то курс, скорее всего, будет колебаться, и вы сможете на этом заработать. Если же вы экономист и на основе этих данных пытаетесь составить общую экономическую картину, то у вас, конечно, могут возникнуть проблемы. До тех пор, пока не будут выпущены годовые данные, экономисты будут относиться к таким промежуточным отчетам скептически. С нами был Мэтт Симпсон из компании Thinkforex в Мельбурне. На этом наше время подошло к концу. На следующей неделе я представлю вам целый ряд эксклюзивных интервью из Сиднея, Австралия. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова